На высоте 30 метров, штрих за штрихом, Дмитрий Кудинов выводит портрет советского футболиста и хоккеиста Игоря Нетто. Перед такой личностью и у художника большая ответственность. Работу ведь оценят гости со всего мира. Здесь непосредственно мы отказались от грунтования и очистки, так как фасад уже финальный и готов. А многие объекты мы очищали, грунтовали, прокрашивали в единый тон, то есть совместно с управлением структуры, чтобы наш объект не выделялся из общей композиции. Рисовать Дмитрий начал неделю назад. Полотно в 180 квадратных метров. Работу нужно завершить до первой игры в Казани. Сегодня на фасаде просто набросок, но уже через несколько дней казанцы и гости столицы смогут увидеть 10-метровый портрет известного советского спортсмена Игоря Нетто. Место выбрано не случайно. Игорь Нетто прославился не только в футболе, но и в хоккее, поэтому его портрет расположен между Ледовым дворцом Татнефть-арена и футбольным стадионом Казань-арена. Неприметные фасады это не единственные объекты для стрит-арта. Художники пытаются передать атмосферу предстоящего чемпионата даже на автобусных остановках. Вот, к примеру, на одной из них изображены 4 майки спортсменов, которые будут играть у нас в Казани. Такие творческие проекты не только украшают город, но и поднимают настроение жителям. Когда приезжают вот такие спортсмены, и вот эти майки надо показывать. Это дополнительное информирование, и это красиво выглядит. Ну, красиво, я думаю. Красиво, пусть рисуют. К открытию чемпионата мира на стенах Булака появится изображение сборной мира. А на улице Галиаскара Камала художники представят быт жителей Казани. Ленар Генатуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин